Здравствуйте, дорогие второклассники! Меня зовут Оксана Владимировна, и у нас урок математики. Тема нашего урока – буквенные выражения. Может, кто-то это слышал, выражение, а может быть, кто-то и нет. Звучит она немного странно. В выражениях мы привыкли видеть что? Числа, но не буквы. А что же это за буквенные выражения? Итак, сегодня на уроке мы узнаем, что такое буквенное выражение, а также научимся читать и записывать буквенные выражения, и находить их значения. Итак, давай посмотрим на эту иллюстрацию. Посмотрите, наши животные пришли в школу учиться. На пеньке есть задание. А задание – пример, в котором есть окошко. К двум нужно прибавить, и наши животные стали подставлять те числа, которые они принесли. Сначала подставила лисичка свое число в это окошко, и получилось какое выражение? К двум прибавить шесть. Чему оно равно? Оно равно восьми. Затем подставила в окошко свое число, подставил зайчик, и получилось какое выражение? К двум прибавить три. Чему равно это выражение? Это выражение равно пяти. Затем в пустое окошко ежик свое число подставил, и получилось новое выражение. Два плюс пять. И равно оно семи. Ну и, наконец, белочка принесла свое число и подставила в это окошко. К двум прибавить четыре получилось выражение, и оно равно шести. Посмотрите, что мы делали. Первое слагаемое у нас оставалось постоянным, а второе слагаемое мы меняли, и каждый раз получали новое выражение и новое значение выражения. Так вот, ребята, если вы встречаете записи, в которых есть окошки, то вместо окошек можно подставлять различные числа, и тогда будут появляться новые выражения и с новыми значениями. В следующих записях подставляю в окошке разные числа и вычисляю значения получаемых выражений. Ну вот, давай попробуем. Если мы подставим число восемь, к восьми прибавить четыре, у нас получится двенадцать. Дальше. Если мы подставим, например, число семь, к семи прибавить четыре, тогда мы получим одиннадцать. Если мы подставим во второе выражение, вместо окошка число шесть, мы получим выражение десять минус шесть, и получится четыре. А если мы, например, подставим в это же выражение число 9, тогда получится выражение 10 минус 9 равно 1. Ну и последнее выражение. Подставим число 6, подставим число 5 и получим выражение 6 минус 5 равно 1. А почему в последней табличке не стоит подставлять в окошко числа какие? 7, 8 и 9. Как ты думаешь? Ну, наверное, потому что из 6 мы 7 не можем вычесть, и 9 не сможем, и 8 тоже. Значит, не каждое число можно подставить вместо окошка. Нужно всегда думать, да, особенно если это выражение связано с действием вычитания. Вот, например, во втором окошке невозможно подставить какое число? Число 11. Мы не сможем из 10 вычесть 11. Так вот, ребята, в математике вместо окошек записывают маленькие латинские буквы. И выражения, которые содержат эти буквы, называются буквенными. Их надо научиться читать и записывать правильно. Так вот, выражения, посмотрите, пожалуйста, которые записаны красным цветом, читают так. 8 плюс b. А вместо b может быть совершенно любое число. А вот это выражение читают так. c минус 6. Не удивляйтесь, что здесь наша русская s-буква читается как c, потому что здесь использовался латинский алфавит. Вот здесь он представлен, и вы должны запомнить, особенно наиболее встречающиеся буквы. Это а, она звучит и записывается так, как наша русская а. Это b, посмотрите, она записывается как наша русская в заглавное, да. И c, как наша русская s. Ну, еще используется часто буква d, и она также звучит в латинском алфавите. Остальные буквы используются не очень часто. Например, есть x и y, они также используются в уравнениях, например. Но об этом ты узнаешь чуть-чуть попозже. Так вот, запомни, в буквенных выражениях используется латинский алфавит. И выражения, которые встречаются, вот эти буквы латинские, называются буквенными. Тренируемся вычислять значения буквенных выражений. Мы с тобой уже знакомы с нашей машиной. В принципе, эта машина тоже может представлять собой модель буквенных выражений. Если, например, вместо окошка у нас была бы буква. Но сейчас у нас окошко. Запиши, какие числа будут получаться на выходе из машины. Если на вход, подавать числа. Итак, загружаем число 24. 24 минус 8. Сколько будет? Как из 24 вычесть 8? Вычитаем 4, будет 20. И вычесть еще 4, будет 16. Дальше загружаем число 31. 31 минус 8. Вспоминаем, как мы это делаем. По частям. 31 минус 1 будет 30. И минус еще 7 будет 23. Следующее загружаем число. Загружаем число 15. 15 минус 8 равно 7. Следующее 40 загружаем. Итак, 40 минус 8 будет 32. И последнее. Загружаем число 52. И получаем 44. Итак, вы видите, что у нас вычитаемое менялось. Уменьшаемое менялось. Вычитаемое оставалось прежним. Но, соответственно, и разность тоже менялась. Вот вам, пожалуйста, модель выражения, которое мы можем представить в виде буквенного выражения. Смотрим дальше. Найди значение выражения. А минус 8. Вот это выражение называется буквенным. Вместо А можно подставлять различные значения. Ну, например, А равно 17. Тогда мы получаем выражение 17 минус 8 равно 9. А если А равно 20, то тогда из 20 вычитаем 8, получаем 12. И, наконец, если А равно 78, то 78 минус 8 будет 70. Скажите, пожалуйста, ребят, а какое число не может быть вместо буквы А, если мы вычитаем из него 8? Конечно, число 7 у нас быть не может, так как из 7 мы вычесть 8 не можем. И 6 не можем, и 5, и 4, и 1. То есть все числа, которые меньше 8, мы подставить вместо буквы А не можем. Следуем дальше. Следующее буквенное выражение. 25 минус С. Так звучит латинская буква. Подставляем вместо С А. Вместо С 5. Если С равно 5, то 25 минус 5 равно 20. Если С равно 10, то 10 минус 5 равно 5. И, наконец, если С равно 20, то 20 минус 5 равно 15. Скажите, пожалуйста, а здесь какое число мы не можем подставить вместо С? Мы не можем подставить число, например, 26, потому что оно больше, чем 25. Мы не можем из 25 вычесть 26. Значит, все числа, которые больше 25, мы подставить в это буквенное выражение не можем. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста. А у нас таблица, которую мы должны запомнить. Верхняя строка представляет собой значение буквы D. Вторая строка представляет собой одно буквенное выражение, которым действие вычитания D минус 5. И третья строка – второе буквенное выражение, которое представляет действие сложения D плюс 10. Итак, если D равно 6, пример разберем, то 6 минус 5 равно 1. Если D равно 6, то 6 плюс 10 равно 16. Следующее разозначение D. D равно 7. Подставляем вместо D 7. 7 минус 5 будет 2, а 7 плюс 10 будет 17. Следующее D равно 8. Подставляем вместо D 8. 8 минус 5 равно 3, а 8 плюс 10 равно 18. Следующее D равно 9. 9 минус 5 равно 4, а 9 плюс 10 равно 19. И, наконец, последнее. Значение D 10. 10 минус 5 будет 5. И, наконец, 10 плюс 10 равно 20. Итак, мы вычислили значение буквенных выражений, подставляя значение букв. И последнее задание. Задание непростое. Запиши такие пропущенные цифры, чтобы получились верные равенства. Можем ли мы эти записи заменить буквенными выражениями? Как ты думаешь, здесь ведь окошки есть? Ну, наверное, кто-то ответил да, может быть, кто-то ответил нет. Но правильный ответ нет. Конечно. Здесь окошками заменены не числа, а цифры. А буквенные выражения могут быть, если число заменено окошком. А здесь только цифра. Разницу про цифру и число мы с тобой знаем. Итак, к какому числу нужно прибавить какое-то число и в результате получить 86? Давай рассуждать. Итак, 86. У нас во втором числе 6 единиц. Значит, первое число должно закончиться чем? Нулем. Так как уже 6 единиц есть во втором слагаемом. Итак, первое число получилось 30. Сколько же нужно прибавить к 30, чтобы получить 86? Это 5 десятков. 56. 30 плюс 56 равно 86. Следующее разбираем. Давай наблюдать. Итак, у нас получилось 49. Идем от результата. 49. И уменьшаемое заканчивается тоже на 9 единиц. Значит, мы будем вычитать какое число? Число, в котором 0 единиц. И из какого числа надо вычесть 30? 30 нужно вычесть из 79, и тогда получится 49. Ну что ж, сегодня мы познакомились с тобой с буквенными выражениями. Выражения, в которые содержат буквы, вместо которых можно подставлять различные значения, называются буквенными. И выполняли задания на страничке 76-79 учебника 2 класс, 1 часть, математика Моро, Волкова и Степанова. А еще практические задания, задания, которые непростые, да, я взяла из рабочей тетради и тетради для проверочных работ. Вы можете потренироваться и повычислять буквенные выражения. Ну а я тебе желаю удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok